Сегодня я создам овцу, которая будет управлять полностью судьбой всего мира. К чему это может привести и насколько это плохо, скоро мы с вами это и узнаем. И начнём мы, конечно, с того, что создадим обычный мир. В мировых законах мы с вами ничего здесь трогать, я думаю, не будем. Единственное, что мы выключим, это выветривание, природные катаклизмы и другие бедствия. Теперь мы создадим острова размером 6 на 6. Ну вот, что-то такое у нас получилось, и давайте мы сейчас их пронумеруем от 1 до 6. И от буквы А до буквы Е. И, как видите, у нас получилась такая вот сетка. И давай здесь мы напишем название этой карты. Вот так вот. Конечно, по-дебильному, но пойдёт. И нарисуем саму овечку. Какая-то хрень. Давайте вот сюда поместим самое главное и самое основное, а именно нашу овечку. И дадим ей такие черты, как привлекательный, проворный, сильный, горящие ступни, чтобы за ней сгорала вся трава. Золотой зуб, один глаз. Именно так я её и представляю. С одним глазом и золотыми зубами. И здоровяк, который даёт супер крутые черты. Ну и вроде бы всё. Назовём эту овцу. Ух. Теперь её будут все бояться. Посмотрите, насколько это опасное существо. Убейте, пока она не отложила личинок. Давайте сейчас нашу карту заполним случайными биомами. И вот как-то так у нас получилось. Чем ближе к центру, тем ценнее будут ресурсы. И теперь в каждом углу мы расселим 4 расы. В первой это будут люди. 5 человек. В правой будут дварфы. В верхней правой будут эльфы. И последний свободный бок у нас здесь будут орки. 5 штучек. Теперь мы назовём каждое королевство соответствующим образом. Орков мы назовём зелёные. Эльфийское государство мы назовём эльфийский помёт. Дварфов мы назовём шахтёрское пиво. И людей мы назовём белокожие. А также я подготовил специальное колесо, которое будет определять, какое решение примет наша великая овечка. Здесь у нас есть как хорошее, так и плохое. Давайте уже начнём наше первое событие. Давайте крутить нашу великую рулетку. Попадает нам заспавнить 5 королей крыс. Давайте выберем цифру. Выпало 4Е и заспавнить 5 королей крыс. Получается 4Е. Это у нас прямо вот здесь. Ну что ж, теперь этот зачарованный остров обладает 5 королями крыс. Следующий наш выбор это спавн 20 кошек. 5Г. Опять зачарованный остров. И сейчас мы заспавним, получается 20 кошек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну на самом деле пока что всё безобидно. Ничего такого плохого не происходит. Выпадает пока что всё хорошее. Следующее событие это у нас безумие. Пожалуйста, букву А либо Е. А, овца решила накинуть на вас безумие. После этого вам наступит конец. Они все обезумели и начали убивать друг друга. Овечка не ищет никого. Даже бедные дети начали сражаться за выживание в этом мире. С этого момента государство орков было уничтожено. Ты настоящий монстр. И давайте посмотрим, что сейчас овечка сделает на этот раз. Граната. 5. Нам выпало 5Г. То есть вот этот зачарованный остров. Сейчас мы его должны подорвать. Нет, наши бедные котята умрут. Но овца решила сделать именно так. Следующее событие это... Опять граната. И на этот раз нам выпало 5В. Теперь в бомбардировке будет соседний остров. Ну что ж, здесь обитают у нас носорожки. С гиеной. Прощай. Следующее событие это у нас... Шар для боулинга 10 штук. На острове 2В. То есть опять зачарованный остров. Чё-то на зачарованные островы вообще не везёт. Видимо овечка их просто не любит. Ну что ж, 10 штук. 1, 2, 3, 7, 9, 10. Теперь у нас на островах есть мини-маленькие бассейны. Ну ничего страшного и пострадали также наши буковки. Ну главное, людей, эльфов и дварфов это никак не зацепило. Прошло уже 40 лет и это означает, что пора прокладывать дороги. Вот так, вот так. Следующее событие... Благословение. Ну хоть что-то овечка подобрала хорошее. Благословение на 1Д. Курочки у нас сейчас и частично люди получат благословение. Благословение даёт очень крутые черты. Плюс получаешь 50% урону, здоровью, скорости, броне. Не, ну в общем-то теперь у нас суперкрутой чел. Также курочки имеют благословение. Теперь это святые курицы, которые будут нести святые яйца. Следующее событие... Землетрясение. На острове 3А землетрясение. Получается вот здесь сейчас у нас будет суперстихийное бедствие. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь у нас на этом, этом и этом острове есть горы. Следующее событие... Серая слизь. А вот это вот уже на самом деле очень опасно. Овца решила полностью стереть с лица земли остров 2Г. Как видим, люди полностью захватили уже эти 4 острова и добывают на данный момент камни. Такая же ситуация у эльфов. И они у нас захватили также кристальный остров. И теперь у них есть кристаллики. От варфы немного отстают. Ну, я думаю, это не страшно. Крутим следующее событие... Наземная мина 6Е. Поселение Дварфа, к сожалению, сейчас будет уничтожено. Кто же нам теперь будет производить шахтерское пиво? Следующее событие... Антиматериальная бомба. Вот это вот уже опасно. 2В. 2В это у нас вот этот вот зачарованный остров с лягушками. ББ. Следующее событие... Вот это вот сейчас может поменять ход всего. Это у нас 5В. Это жопа. Сейчас эльфы и вот эти вот 8 прилегающих островов просто сотрутся с лица земли. ГГВП, ребят. ГГВП. Бегите, ребят, иначе вас... Ладно. Последнее эльфийский помет было уничтожено. У нас уже, кстати, 66-й год. И давайте сейчас проложим сюда дорогу. Сюда. Сюда. Получается, остались люди и тварфы. И они у нас теперь соединены. Лавовое облако. 3Е. Это прям вот сюда. Варфов мы немного отрезали от этих островов, потому что здесь теперь у них вместо дороги лава. И пострадает немножечко наша овечка. Давайте посмотрим, как уже развились наши люди. У них уже, кстати, есть каменные дома. Уже две мельницы сразу здесь. Кстати, вот это вот я вижу впервые. У дварфов у нас, кстати, намного все лучше. Ну, как лучше, полкарты у них тут просто перхерачено лавой. Серая слизь. Вот сейчас, на самом деле, может быть решится судьба всего человечества. 5Е. Это здесь. Мне вас очень жаль. Похоже, ваше существование завершится прямо сейчас. Прощайте, дварфики. Осталось всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 1 небольшой огрызок. Ладно, следующее событие. Чума. Вот это вот уже что-то серьезное. 4В. Это вот сюда. То есть, чума у нас сейчас начнется у государства дварфов. Теперь вы чумовые ребята. Атомная бомба. 4А. Вот сюда. Let's go. Ой-ой-ой. Пострадали люди и дварфы. Было уничтожено 2 поселения. Дварфов всего осталось 6 человек. И люди полностью, получается, заразились чумой. Государство дварфов. Шахтерское пиво было уничтожено. И побеждают у нас люди. Государство белокожие. И веселая овечка решила спуститься на землю. Оно убило лимона. Начинает сжигать поля. Даже пингвин решил сплотиться с человечеством, чтобы защитить этот мир от этой гребаной овцы. Овца полностью уничтожила наших людей. И сможет ли наша овечка выдержать удар ядерных бомб? Как результат, не смогла. Ну а с вами Касси Дабл Теребек. Всем хорошего дня и настроения. Всем удачи. И всем.